Мы продолжаем наш марафон. Российское общество знания в этом году партнер транспортной недели, главного отраслевого события этого года. В марафоне участвуют ведущие специалисты, крупные инженеры и представители транспортного бизнеса. Присоединиться к нашей онлайн-трансляции, а также задать свои вопросы можно на сайте знания и в группе ВКонтакте. Указывайте хэштег с фамилией спикера и задавайте свои вопросы. Что такое умная транспортная карта и какие технологии будущего используются уже сегодня? Эти вопросы я адресую гостю нашей студии. Генеральному директору АО «Расчетные решения» Михаилу Казакову. Михаил, мы приветствуем вас в нашей студии. Прошу. Иван, друзья, добрый день. Михаил Андреевич, здравствуйте. Еще раз мы рады видеть вас в нашей студии. Я знаю, что вы пришли с презентацией, поэтому, я думаю, самое время предоставить вам эту сцену и прямой эфир. Прошу. Добрый день, друзья. Как уже Иван сказал, меня зовут Михаил Казаков. Я генеральный директор компании «Расчетные решения». Мы специализируемся на построении систем любой видов сложности, которые, в общем-то, служат обычным гражданам. Будь то транспорт, какие-то переводы, платежи, коммунальные услуги. Но, в общем-то, сегодня как бы неделя транспорта, поэтому могу сказать, что, конечно же, начинали мы несколько лет назад именно с транспортной тематики. Ведь транспорт, как вид отрасли, он, в общем-то, является индикатором комфортного существования жителей городов. Собственно говоря, мы в своих проектах в первую очередь и учитываем, наверное, пожелания самих людей, опять-таки же, удобства людей и потребности людей. Именно поэтому, в общем-то, транспорт, мне кажется, является впереди других отраслей, потому что он является неким таким локомотивом развития. Вот, собственно говоря, именно поэтому мы считаем, что безналичная оплата на транспорте, она является неким дополнительным удобством, повышающей комфорт граждан. Ну, тут пример банальный приведу. Впервые, когда внедряли систему безналичной оплаты в одном из близлежащих регионов, мы поняли, что те очереди, которые, в общем-то, бывают, когда люди садятся в автобус и рассчитываются наличными, они, в общем-то, у нас ушли, когда мы ввели систему безналичной оплаты, особенно бескондукторную, когда люди не тратят время на расчеты с водителем автобуса, а когда могут расплачиваться удобными видами оплаты. Собственно говоря, успех этого направления, которое мы до сих пор продолжаем развивать, потому что, в общем-то, все проекты мы свои не бросаем, они находятся в постоянном развитии, говорит о том, что у нас был однозначный успех. Сейчас более 140 городов Российской Федерации, в общем-то, так или иначе, ездят в общественном транспорте на нашем решении по безналичной оплате. Оборот компании в месяц порядка 5 миллиардов рублей, именно транспортная выручка, которая учитывается в системе. Ну и больше 60 тысяч транспортных средств подключены к нашей системе. Мы поняли, что удовлетворяя потребности простых людей, опять-таки же, надо не забывать о потребностях бизнеса и надо не забывать о потребностях государства, опять-таки же, обеспечивать граждан удобными и комфортными средствами. Поэтому мы запланировали свою платформу единым инструментом, который не только дает удобство для использования обычным гражданам, но и перевозчикам, которые могут на основании, опять-таки же, показаний системы просто экономично планировать свою транспортную работу. Перегружен маршрут, надо добавить транспортное средство, либо, наоборот, людей очень мало, можно, опять-таки же, перенаправить транспортное средство на другой маршрут, который в этом нуждается. Плюс к этому органы власти, которые, в общем-то, сейчас участвуют в процессе с точки зрения контроля транспортной работы, они, в общем-то, тоже получают онлайн-отчетность, могут реагировать на те или иные проблемы граждан, которые те могут оперативно в приложении отобразить и плюс к этому, в общем-то, следят за транспортной работой перевозчиков, которые должны соблюдать временные интервалы во время следования автобусов, троллейбусов и других видов средств. Собственно говоря, для нас транспортная карта – это некий такой более широкий термин, нежели просто отдельный инструмент. карточка, неважно, транспортная, банковская, либо еще что-то. Транспортная карта для нас – это выработка некого единого стандарта, который, в общем-то, отвечает на все потребности граждан. Будь то транспортная карта отдельно, как форм-фактор, будь то банковская карта отдельно, как форм-фактор, потому что на текущий момент мы, в принципе, можем любое билетное меню, любые скидки, любые абонементы, в общем, привязывать не только к карте, но и к банковской карте. Мы точно так же можем эти льготы предоставлять и в виртуальном значении, потому что многие, в общем-то, вместо пластиковой банковской карты используют виртуально. То же самое сейчас доступно и с транспортными картами, и льготными картами на транспорте. Поэтому мы стараемся как бы учитывать все форм-факторами, которыми пользуются простые граждане, и, соответственно, в общем-то, обеспечиваем полный комплекс услуг, ну и некую мультимодальность, то есть скидочные тарифы, которые существуют между одними видами общественного транспорта и другими. Собственно говоря, изначально мы построили свою модель как некое удобство для пользователей и возможность оплаты безналичным способом. Далее мы поняли, что решение позволяет, опять-таки же, выполнять функции мониторинга транспортной работы, потому что данные по движению транспортных средств, если мы их еще интегрируем, а мы, собственно говоря, создали еще и систему навигации и диспетчеризации, которая необходима для перевозчиков, чтобы точно исполнять свои обязанности. В общем, обеспечили комплекс некий услуг, то есть некая открытая платформа, как говорят OpenAPIC, к которой могут подключаться различные виды участников, соответственно, личные кабинеты, где перевозчик может получать активно свою отчетность, органы управления транспортной работы могут получать отчетность, социальные институты, которые выделяют льготы на это дело, и, соответственно, в общем-то, исходя из этого, мы можем действительно обеспечивать еще и некие мультимодальные поездки, если там, допустим, есть маятниковая эмиграция между субъектами, и субъекты договариваются для граждан обеспечивать особые условия. Ну, например, собственно говоря, внедрили карту «Тройка» в Тульской области, и теперь тулики могут приезжать по единой карте, как ездить в Туле, так и в Москве. То же самое сделали интеграцию Москвы и Московской области, которые раньше как бы включали отдельные форм-факторы. И теперь как бы по сути речь идет о том, что наше решение, оно служит некой единой платежной инфраструктурой, которая позволяет делать роуминговые поездки, некую дополнительную мультимодальность и высчитывает максимальные выгодные тарифы для пользователей. Опять-таки же, перевозчики получили, еще раз повторюсь, удобное средство для контроля за своими сотрудниками, за обращениями граждан, претензиями. Ну, а органы управления могут смотреть, как им видоизменять маршрутную сетку, не только основываясь на, скажем так, каких-то пожеланиях простых людей, но и стыковать по сути маршрутной сетке разных субъектов, чтобы, соответственно, вот с учетом рабочей миграции или каких-то других, там студенческие люди, могли передвигаться с максимальной экономией для себя. Дальше, собственно говоря, мы пошли дальше. То есть помимо транспорта мы посмотрели на все другие отрасли, которые, в общем-то, востребованы сейчас, посмотрели на то, как происходит выделение льгот в образовании, в здравоохранении и в других областях, и поняли, что, опять-таки же, вот транспорт, скажем так, шагнул впереди планеты всей, соответственно, люди получили максимальное удобство, органы управления получили инструмент по выделению точечному адресному субсидий и контролю за их использованием. Точно так же мы поняли, что в других областях назрело тоже время цифровой революции, и для того, чтобы обеспечить удобство граждан в получении тех или иных субсидий, тоже нужно какое-то единое цифровое решение, что, собственно говоря, мы сейчас в текущий момент продолжаем с коллегами делать. Значит, единственным, наверное, связующим звеном в этой истории является российское законодательство. Льготники должны, в общем-то, в приоритете использовать карту МИР для того, чтобы туда органы социальные выделяли денежные средства. Поэтому мы стараемся, по сути, как бы, ну и не стараемся, это требование законодательства, все виды льготных абонементов, скидок, опять-таки же, самих льгот, которые сейчас монетизируются, мы привязываем к банковской карте системы платежный МИР. Соответственно, гражданы получают, по сути, как бы удобный инструмент, и опять-таки же повышается прозрачность тех или иных отраслей, где мы начинаем эту цифровизацию. То есть, начиная от банального удобства, быстроты в получении и возможности целевым образом потратить, мы еще и получаем некую прозрачность для государственных органов и, опять-таки же, экономику для развития тех или иных субъектов, для того, чтобы правильно планировать те или иные затраты. Потому что, в общем-то, внедрив проект, допустим, в одном из субъектов и, анонсировав выдачу льгот, изначально планировалось, как бы, что услуга будет востребована на большое количество денег. Дальше, соответственно, по факту обратившихся, ну, оказалось, что нужна была льгота в пять раз меньше, чем планировали, собственно говоря, ее выделять. Все денежные средства поступили тем, кто в них нуждался. Ну и, собственно говоря, сейчас наша платформа, которая, как еще раз повторюсь, она шла от транспорта, позволяет, в общем-то, цифровизовать не только льготный проезд в транспорте, но и, опять-таки же, участие в продуктовой карте, ну, то есть для людей некие услуги, как молочная кухня, там, выдача льготных лекарств, технические средства реабилитации и даже санаторно-курортное лечение, которое до сих пор остается, в общем-то, нецифровизованным, и во многом люди должны, в общем-то, как бы подтверждать льготу, принося определенное количество документов, чтобы получить возмещение этих денежных средств. Ну и, собственно говоря, мировой тренд, который, возвращаясь к транспорту, наша система позволяет делать, я думаю, что с учетом того, что я рассказал до, наверное, сейчас, если говорить о построении неких мультимодальных поездок, я думаю, что мы рано или поздно, с учетом того, что я сказал, что мы уже в других отраслях проводим такую же реформу цифровую, мы, в общем-то, наверное, сможем комплексно предоставлять некие, там, городские системы лояльности, то есть, там, допустим, пассажир будет в течение дня использовать форм-фактор, к которому прикреплена его льгота, будь то в общественном транспорте, в аптеке и в продуктовых магазинах, и дальше, как бы, будем рассчитывать к концу дня максимально выгодный для него тариф, суммируя затраты, делая жизнь его не только удобней, но и экономичней. Собственно говоря, здесь немножко технических моментов, то есть, вот как, собственно говоря, выглядела система раньше с точки зрения транспорта, то, с чего мы начинали, соответственно, добавлялись к этой системе не только другие банки, но и форм-факторы, безусловно, сейчас мы используем не только карточные носители, всевозможные смартфоны, но и уже биометрические способы оплаты, в общем, все это позволяет делать наше решение. Ну и с точки зрения сервисов, как вы видите, тоже мы вышли не только за рамки низкочастотного транспорта автобусов, троллейбусов, метрополитена, мы точно так же уже дошли до низкочастотного транспорта, это поездок по РЖД, по покупке авиабилетов, ну и, в общем-то, здравоохранение, образование и другие сферы нашей жизни. То есть основной залог нашей компании сделать людям жизнь удобнее и комфортнее, и немножко экономичнее. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Андреевич. Я призываю еще к более громким аплодисментам. Спасибо большое за презентацию. Я думаю, теперь можно как раз перейти к вопросу. Вопросы будут и от меня, и из зала наших зрителей, конечно, от наших онлайн-зрителей. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы, ставьте хэштег с фамилией спикера и, соответственно, пишите свои вопросы. Расскажите, пожалуйста, какие платежи по транспортной карте можно провести уже сейчас и какие опции добавятся в новом году? Ну, в общем, наверное, стоит опять-таки же повторять, что транспортная карта – это не один форм-фактор. Мы вместе с Министерством транспорта Российской Федерации сейчас вырабатываем стандарты и подходы к тому определению, что есть транспортная карта. В него входит как некий единый, скажем так, носитель с точки зрения самой транспортной карты, так и банковской карты, так и понимания вот этого процесса. То есть для нас транспортная карта уже не просто какой-то форм-фактор, это некая система, которая позволяет человеку не только удобно расплачиваться, экономить в транспорте, но и выход за рамки этой инфраструктуры с точки зрения посещения торговых сетей, аптек, кружков, секций, образовательных мероприятий. Спасибо большое. То есть, в принципе, планируется то, что вообще карты можно будет пользоваться? Безусловно. Здорово. И вы также сказали о том, что многие регионы объединяются для того, чтобы сделать более удобным использование одной карты, как Тула, допустим, уже использует эту карту «Тройка». А планируется ли объединить всю страну, всю Россию, то есть внутри страны единая система? Знаете, это наша мечта с моими товарищами по оружию. И, соответственно, мы, конечно, бы хотели объединить всю Российскую Федерацию. Во-первых, тогда бы можно было бы более качественно, наверное, предоставлять именно саму транспортную услугу населению, потому что у нас было бы все синтегрировано друг с другом. Ну и, опять-таки же, пользователи могли бы пользоваться различными видами скидок тех или иных субъектов, которые их делают. Действительно, здесь плюсы только во всем. А что же это тормозит от создания данной системы? Я думаю, система уже есть, она готова. Собственно говоря, мы ее вместе с коллегами постоянно развиваем. Ну, соответственно, сейчас это, скажем так, судя по цифрам, у нас достаточно неплохой темп. Через несколько лет мы уже непосредственно получим вот такой результат? Безусловно, безусловно. Друзья, здесь аплодисменты просто можно от нами подарить, потому что действительно это будет очень удобно. И тут я могу сказать так, что сейчас как раз уже, мне кажется, как бы сама обстановка, само общество созрело для каких-то комплексных решений. Мы все свои усилия, мы, я имею в виду, как часть группы Сбера, объединили с Московским транспортным узлом. И, соответственно, вот совместное решение, наша компания Сбертройка, мы надеемся, что она сможет как раз стать неким уникальным единым решением для всех субъектов. Спасибо. Мы, конечно, в ожидании уже данного результата, потому что я уверен, что это облегчит жизнь всем, всем нашим гражданам. Вы также упоминали о работе над созданием некой экосистемы для всех безналичных платежей. Насколько далеко вы продвинулись в этом процессе? Я думаю, что мы постоянно находимся в продвижении вперед. И экосистема по безналичным платежам, она уже, ну, нами запущено это движение в транспорте, и нам уже удалось, собственно говоря, в другие виды услуг посмотреть. Сейчас мы уже стараемся интегрировать не только обычную транспортную поездку, но транспортную поездку, там, допустим, с некими курьерскими услугами, а транспортную поездку с курьерскими услугами и покупкой льготных лекарств. Ну, то есть, мне кажется, что мы обеспечиваем некую комплексность решения, поскольку оно достаточно гибкое, позволяет интегрироваться с существующими любыми, как бы, системами, которые есть у торговых сетей, у сетей аптек и так далее и тому подобное. Вот еще такой вопрос сейчас возник. А чем транспортная карта будет отличаться от банковской карты? Потому что банковская карта уже можно легко там оплачивать тот же самый транспорт, и в других сферах мы ее используем. И тоже самая транспортная карта, то есть это будет видозаменяемое или что-то другое? Для нас, как для поставщика решения, как для создателя системы, в принципе, все форм-факторы, они в той или иной степени равны. Сейчас на текущий момент и транспортная карта, как пластик или виртуальная, существует. Мы добавили на нее различные виды билетного меню. То же самое, в общем-то, все эти услуги, они доступны и на самой банковской карте. То есть, когда человек, если льгота привязана к его банковской карте, прикладывает ее к валидатору, то, в общем-то, он пользуется своей льготой, и не важно, она на транспортной карте, на банковской там и так далее. То есть, наверное, некое понимание между этими форм-факторами, оно стирается. Самое главное – это удобство для обычных жителей. Кому-то удобнее именно пластиковый носитель, кому-то удобно смартфон, кому-то удобна биометрия. Каждый выбирает все, что хочет. И будет уже зависеть от предпочтения непосредственно пользователя. Конечно, конечно. Спасибо. Я знаю, что у наших зрителей в студии тоже есть вопросы. Друзья, вот, вопросов много. Пожалуйста, девушка подняла руку, микрофон. И также, напоминаю, нашим интернет-зрителям ждем ваши вопросы по трансляции, в чате этой по трансляции. Ставьте хэштег с фамилией спикера и озвучивайте свой вопрос. Точнее, напечатайте его. Здравствуйте. Меня зовут Лысенко Василиса. И у меня к вам такой вопрос. Введение биометрической идентификации на транспорте упрощает или усложняет работу сервисов безналичной оплаты? Ну, тут лукавить не буду. С точки зрения низкочастотного транспорта, я считаю, что облегчает. Низкочастотный – это, соответственно, железнодорожные вокзалы, метрополитен, где есть устойчивый канал связи. Ну, а с точки зрения высокочастотного транспорта, но, к сожалению, пока еще существует специфика именно качества связи. Если связь в том или ином случае неадекватно работает, то в этом плане, конечно, биометрический проход будет пока затрудненным. Потому что, в общем-то, здесь зависит от того, как быстро человеку надо зайти в транспортное средство. Нам и людям, которые занимаются организацией транспортной работы, очень важно, чтобы не было очередей на остановках, особенно в зимние периоды, когда температура у нас достигает минусов. И здесь, на самом деле, пока это новый челлендж для нас – адаптировать биометрическую систему до того, чтобы она была удобна для граждан в первую очередь и не вызывала каких-то негативных моментов. Но мы начали над этим работать. Спасибо большое. Есть еще вопросы из зала? Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Шипитька Александра. У меня такой вопрос, связанный с экономией. Как можно с экономией сейчас? И планируются еще какие-то способы экономии с использованием банковской карты или транспортной карты? Ну, здесь, на самом деле, диалог, наверное, должен строиться с органами власти, которые занимаются транспортной работой и предоставлением тех или иных льгот населению. Насколько мы с ними плотно работаем, я вижу, что все скидки, они и пересадочные виды билетов, они в первую очередь основываются на пожеланиях обычных граждан и, соответственно, на их потребностях. Поэтому мы здесь, наша задача как технологического партнера – обеспечить любую логику, которая нужна. Поэтому мы здесь придерживаемся того билетного меню, которое есть, и в каждом субъекте оно свое, и обеспечиваем максимальное количество пожеланий граждан с точки зрения в привязке к различным видам форм-факторах. Там где-то транспортная карта дешевле, чем банковская, где-то они равны, где-то скидки, соответственно, пересадочных билетов отрегулированы. Вот мы, в общем-то, работаем с точки зрения того, что есть. Наша главная задача в этой связи – все-таки сделать определенную дифференциацию безналичной оплаты от наличной. Потому что до сих пор это является определенной проблемой как для самих перевозчиков, которые могут недосчитаться выручке, так и для пассажиров, поскольку когда оплата идет наличным путем, в том числе это влияет на очереди и так далее. Ну и плюс к этому для органов управления транспортной работы, которые, опять-таки же, рассчитывают на эту выручку для того, чтобы обновить в том числе и подвижной состав. Спасибо. Из нашей студии есть, конечно же, вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Гречишникова Илона. У меня такой вопрос. Сейчас почти все можно оплатить с помощью телефона. Зачем пластиковые карты в 2021 году? Ну, здесь, повторюсь, мы идем от потребностей граждан. Ведь ни для кого не секрет, что до сих пор люди, некоторые читают бумажные СМИ. Есть определенная категория граждан, которая предпочитает, отдает предпочтение. Причем они могут быть достаточно образованными с точки зрения цифровых каналов, но покупают те же газеты, журналы для чтения. Здесь мы идем от такой же логики. То есть для нас как бы основное – это удобство нашего основного клиента, обычного человека, который каждый день сталкивается с теми или иными потребностями. И поэтому для нас нет разницы. Вот в наших проектах у нас и пластиковые носители работают, как банковские, так и транспортные, так и, в общем-то, различные виды виртуальных карт из смартфонов, из умных часов. Ну, дальше как бы уже фантазия у кого какая там, рука, лицо и так далее. У меня личный пример по поводу пластиковой карточки. Моя бабушка, она отказалась, чтобы использовать эту бесконтактную систему оплаты пластиковой карты. Говорит, что я очень переживаю, потому что все деньги украдут. Ну, вот такой человек уже в возрасте. Действительно, это не связывается с безопасностью о том, что использовать пластиковую карту более безопасно, чем использовать бесконтактную систему оплаты? Ну, на текущий момент, на самом деле, могу так сказать, что с точки зрения безопасности, а мы учитываем не только банковскую безопасность, внедряя наши решения, но и транспортную безопасность. Могу сказать, что наша компания, она сертифицирована по максимуму, практически как и любой другой банк, причем из первой сотни. И здесь просто, на самом деле, дело привычки, с которой мы тоже работаем. Мы когда с коллегами запускали, допустим, наш проект в Тверской области, то же самое вместе с региональными нашими товарищами и коллегами обсуждали, что надо купить специально для населения как минимум 300 тысяч карточек отдельных, чтобы они не использовали банковскую карту. Но так или иначе, получился какой-то кризис в Китае, то ли связанный как раз с пандемией, то ли еще с чем-то. Мы не успели закупить то количество, которое хотел субъекта для обеспечения потребностей льготников. Поэтому мы изначально построили как бы разъяснительную работу и привязали все виды льгот, абонементов к банковским картам МИР. Таким образом, мы, в общем-то, полностью удовлетворили потребности региона, и все пользуются исключительно как бы льготами в привязке к банковской карте. Поэтому, когда человек прислоняет свою карту, он видит, что на ней записана льгота, и здесь, соответственно, все дальше происходит в наших как бы надежных системах. Я постараюсь своей бабушке объяснить это так же красиво, как и вы сейчас сделали, но на рекаме не получится. Более простым языком объясню обязательно. Друзья, есть ли у нас в студии еще вопросы? Если нет, то мы будем приходить к онлайн-трансляции, точнее к чату. Влада Сергеева. Так, секундочку, вот у нас появилась. Башкирская Алга. Это аналог московской тройки или это что-то другое? Оба проекта дороги, потому что мы, в общем-то, стояли у истоков создания карта Алга, что, по-моему, если мне не ошибает память, в переводе с башкирского вперед. Соответственно, с тройкой, с московской, мы сделали сейчас совместное предприятие для, опять-таки же, объединения всех региональных систем в некое единое платежное пространство. Поэтому я, наверное, скажу как есть. Не буду хвалить тот или иной форм-фактор в виде конечного сценария. Могу так сказать, что, наверное, в текущей парадигме, вот после того, как мы объединили свои технологии с московским транспортом, я бы, наверное, конечно, башкирским коллегам порекомендовал решение на Сбертройке, вот, в котором, в том числе, была бы доступна и карта Алга. Спасибо большое. Я думаю, Влада услышал ответ и довольный. Еще один вопрос из онлайн. Анастасия Федотова спрашивает, что такое транспортно-карточный процессинг? Это, собственно говоря, называется система, которую мы создали для, в общем-то, обеспечения безналичных способов оплаты на транспорте. Но, говоря о безналичных способах, могу так сказать, что система в том числе учитывает и наличные поездки. Плюс к этому мы, в общем-то, при принятии федерального закона 54-го о фискализации точно так же еще и предоставляем для перевозчиков фискализацию, что, в общем-то, является требованием федерального законодательства. Спасибо большое. Так, вопросы из зала, вопросы онлайн. Я хочу просто еще раз обратиться к нашим зрителям здесь в оффлайне. Есть? Нет? Пока все вопросы уже решены. В онлайне, кстати, вот вопрос в онлайне примерно такой, который я уже озвучил. Зачем платить транспортной картой, если есть банковская? Ну, в принципе, я думаю, на него мы уже ответили немного ранее. Ну, друзья, если на все вопросы мы с вами… А, есть, есть из зала еще. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Синица Николай. Вот у меня вопрос. Как технологии будущего скажутся на повседневной жизни граждан нашей страны, например? Ну, буду говорить только в части нас. Ну, конечно. Наша задача такая. Допустим, вот человек проснулся, дальше он, допустим, так или иначе соприкасается с городской средой. Пользуется такси, пересаживается в общественный транспорт, покупает продукты, покупает лекарства, дальше как бы опять-таки же возвращается домой. И дальше с точки зрения финала всего этого, с точки получает некую агрегированную транзакцию с максимальным количеством скидок, которая, в общем-то, позволяет ему не только удобно экономить время и не стоять в очередях, но и получать максимальные скидки по любым видам сфер, с которыми он соприкасается. Спасибо большое. Ответ получили? Все хорошо? Отлично. Знаете, у нас основная, конечно, аудитория, это в онлайне и здесь, в оффлайне, это молодое поколение, это студенты. И, конечно, всегда мы задаем вопрос нашим спикерам, особенно когда это генеральный директор АО «Расчетные решения», как можно устроиться к вам на работу и какими навыками профессиональными и личностными должен обладать сотрудник, чтобы все-таки вы его приняли на работу? Ну, тут могу сказать, что мы всегда открыты, и проблема с молодыми специалистами у нас, в общем-то, на первом месте. Ну, и скажу честно, в силу испорченности своей нам, в первую очередь, нужны ребята с техническими скиллами, ну и с навыками разработки. То есть, соответственно, мы берем специалистов сначала на такие не очень сложные моменты, как тестирование, там, опять-таки же, околотехнические, а дальше ребята у нас растут, развиваются, мы их направляем, в том числе, на обучение, на уже какие-то конкретные вещи, допустим, на курсы повышения квалификации по одному языку программирования или другому, в зависимости от потребностей. Ну, а тоже очень модное такое слово «soft skills», то есть, какими soft skills должен обладать юный специалист или потенциальный кандидат, чтобы получить должность, там, лидерские качества. Ну, тут, наверное, я могу так сказать, это касается не только молодых и талантливых, бесспорно, людей, но и уже состоявшихся профессионалов. Мы стараемся все-таки брать людей, которым интересно что-то делать, вот, потому что есть люди, которым неинтересно что-то делать, вот, поэтому дальше главное уже определить, что конкретно человеку нравится, вот, но это, наверное, самый основной такой момент при наборе на работу сотрудников в нашей компании, то есть, людям должно быть интересно, они готовы развиваться вместе с нами, они готовы генерить идеи и, в общем-то, как бы выступать с инициативой. Спасибо. Я думаю, ребятам это очень полезная информация. Ну и, конечно, всегда, я сейчас просто возьму немного браздоправления в плане озвучивания вопросов, уровень зарплаты, который может получить абсолютно новый сотрудник, юный специалист, который только-только закончил, допустим, высшее учебное заведение, можно и не конкретную сумму, а просто, ну, средний такой. Мы отталкиваемся от рынка и считаем, что, ну, вполне наша зарплата конкурентоспособная. Мы просто каждый квартал меряем себя и смотрим рынок как для молодых специалистов, так и уже и для профессионалов, потому что, на самом деле, сейчас кадры, пожалуй, при особенно гигантах, которые существуют на рынке, они определяют, наверное, все, потому что если человек вдруг ушел из-за того, что он недооценен в каком-то смысле, ну, это значит, мы по времени потеряли возможность запустить еще несколько новых проектов. Спасибо. Друзья, уже задаю вопросы за вас. Есть ли еще вопросы здесь, в вашей студии? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лиза, и я из города Тула. Как вы и говорили, у нас в Туле появилась карта «Тройка», это и правда очень удобно, а можно спросить, появится ли транспортная карта, которая будет включать вот все услуги, как вы говорили, чтобы мы могли все ей оплатить? Я думаю, безусловно, да, и насколько я знаю, сейчас наши коллеги из Бертройки именно этой тематикой тоже занимаются, чтобы объединить не только использование текущего носителя на транспорте, но и объединить его с образовательными заведениями, местами культурного отдыха, ну и, в общем-то, как бы обеспечить максимальное количество функционала. Спасибо. Спасибо большое вам за вопросы. Михаил Андреевич, спасибо большое за такую честную, откровенную беседу, за презентацию и за то, что сегодня были здесь в нашей студии. Спасибо. Иван, спасибо. Сейчас мы прервемся на несколько минут, а следующий гость в нашей студии президент фонда Центр стратегических разработок Владислав Онищенко. Он расскажет в нашей студии о том, как изменится мобильность человечества через 10 лет и чего нам ожидать от искусственного интеллекта, который будет управлять нашими передвижениями. Так что будьте с нами, ни в коем случае не отключайтесь.